Библейский портал экзегет.ру представляет Достопочтимые друзья, братья и сестры, сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна, и сегодня мы будем читать 15 главу этого Евангелия. Она начинается словами «Я есмь – истинная виноградная лоза, а Отец – мой винограды. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Итак, в евангельском чтении здесь мы видим, что Господь воспринимает нас как ветвей на Его лозе. Сам Он предстает, как виноградная лоза – это один из древних символов Израиля, а Его небесный Отец – это виноградарь, который ухаживает и за лозою, и за ветвями. Собственно говоря, за ветвями обрезает те, которые засохли, и поддерживает те, которые плодоносят. Этот образ свидетельствует почти о органическом единстве. Но как такое органическое единство могло быть достигнуто между родом человеческим и Сыном Божиим? Это обусловлено тем, что Сын Божий соделался человеком, нас ради человек и нашего ради спасения. То есть, Он принял на Себя человеческую природу и стал подобен нам во всем, кроме греха, как пишет апостол Павел. И в этом смысле Христос, на чем настаивает Григорий Низкий, это наш сотелестник. В нем человеческое и божественное в единую ипостась. А так как все, что имеет Сын, имеет и Отец, мы стали как бы через Сына Божия стали причастными божественного виноградника, где виноградарь – сам Бог Отец, а лоза, из которой мы возрастаем, это Сын Божий, одновременно истинный человек и истинный Бог. Итак, Он, то есть Отец, отсекает всякую ветвь, не приносящую плода, а всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. В каком случае Господь отсекает негодные ветви? Когда мы, называясь христианами, не являемся таковыми по сути. И в этом случае Господь Творец, Он вправе нас отсечь. но если мы стараемся быть христианами и приносим плод подлинной христианской жизни, Он нас очищает, чтобы было больше плода. Вот это очень интересная деталь. Как бы одна ветвь, она не плодоносит, другая плодоносит, так вот та, которая плодоносит, нуждается в очищении. А та, которая не плодоносит, она отсекается в том смысле, что мы, христиане, грешим иногда так же, как и люди в миру. И как они нуждаются в исправлении, мы нуждаемся в очищении. То есть тот факт, что Господь не отсекает нас в результате наших грехов, а очищает, чтобы мы приносили больше плода, это свидетельство о том, что мы приносим плод, но наша жизнь еще несовершенна. А когда Господь помогает нам усовершенствоваться, тогда и плода становятся больше. Таков смысл этих слов. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он, то есть Бог Отец, отсекает. И всякую, приносящую плод, очищает, чтобы боли принесла плода. И далее говорится, вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Оказывается, само Слово Божие, то есть Евангелие, обладает очистительной силой. И когда мы читаем Евангелие, когда мы слушаем Евангелие, как его кто-то читает, когда мы пытаемся понять Евангелие, вот сам этот процесс постижения Евангельского Слова очищает нашу душу, дает ей правильное направление. Поэтому к Евангелию наиболее применимы слова, блаженно читающие и слушающие книгу сию. Далее Господь говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Давайте посмотрим, какой комментарий нам предлагает святитель Амбросий Медиаланский. Это его шестоднев. Он пишет, «Очевидно, что пример с виноградной лозою предназначен в наставлении нам. Можно увидеть, как она пускает почки с наступлением тепла ранней весною, затем, как она производит плоды из плетений, побегов, из которых формируется гроздь. Она постепенно увеличивается в размере, но все еще сохраняет горечь на вкус. Но когда она созревает и наливается на солнце, то обретает свою сладость. Все это время ее прикрывает зеленеющая листва, которая надежно защищает ее и от холода, и от всякой прочей напасти, а к тому же и спасает от знойного солнца. Разве есть зрелище более приятное? Разве есть плод более сладкий? Какая радость видеть ряды, свисающие грозди, подобных жемчужинам, среди великолепия, сельских просторов, сорвать такую гроздь, сверкающую золотом или пурпуром? Пусть восхвалят тебя смотрящие, пусть дивятся они множеству собранных в церкви, словно плотные ряды виноградных ветвей, пусть всякий из верующих с восторгом взирает на жемчужины душ, пусть радуются зрелости, мудрости, великолепию веры, очарованию исповедания, красоте справедливости, плодовитости, сострадания, чтобы было сказано жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, ибо ты своим щедрым даянием подражаешь обильному принесению плодов виноградной лозой. Вот такие красивые слова предлагает нам святитель Амбросий Медиаланский, описывая то, как на лозе растет, созревает, наливается теплотой солнца виноград. И он сравнивает этот виноград с добродетелями верующих, которые в начале пути еще несовершенны, как виноград, когда он только начинает расти, он еще горьковатый, но когда наливается теплотою солнца, обретает всю красоту, как грозди неких таких драгоценных, сверкающих камней, сверкающих золотом или пурпуром, восклицает Амбросий Медиаланский. Кирилл Александрийский, известный комментатор на Евангелие от Иоанна, писал, «Если ветвь не получает от виноградной лозы, как бы от матери, сообщаемой ей животворной влаги, то разве может она породить гроздь или какой и оттуда произведет она плод?» Никакой, конечно. Плод добродетели никогда не произрастет в нас, если мы отпадем от общения с Христом, а находящимся в единении с тем, кто имеет силу насыщать и питать благочестию, как бы водой животворной, и дарованиям, и благодатью Духа уже легко будет принадлежать сила плодоношения. То есть, как я часто говорю, мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто вне Христа. Как ветви, которые отпадают через раскол, через ереси, от лозы Христа, они гибнут, засыхают и превращаются в прах и пыль. Поэтому призыв Христа «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Этот призыв актуален для нас. Он полон практического смысла. Наша жизнь действительно должна осуществляться во Христе и со Христом. Как отец Сергий Булгаков в своей книге «Православие» он так и пишет. Церковь православная есть жизнь во Христе и со Христом. Имея в виду, что мы живем жизнью Христа, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Далее Христос говорит «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот эти слова «Ибо без меня не можете делать ничего» – это самые часто повторяемые слова во всем корпусе добротолюбия. Если посмотреть, какие там присутствуют цитаты из Евангелия, там говорится о баскетизме, там говорится о подвижничестве. Так вот, эти слова «Ибо без меня не можете делать ничего» – они как бы такой центральной темой проходят через весь корпус книг добротолюбия. «А что писал блаженный Августин?» Это его трактат на Евангелие от Иоанна, беседа 81-я. «Высоки качества благодати, братья мои! Она наставляет сердца смиренных, она преграждает уста горделивых, пусть теперь ответит, если осмелятся те, кто, не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, не покорились праведности Бога. Пусть ответят довольные собою, не считающие необходимой помощь Бога, для совершения добрых дел». Они утверждают, от Бога имеем то, что мы люди, но от себя то, что мы праведны. Что говорите вы, обманывая самих себя, не поборники, а не спровергатели свободной воли, с высоты избрания, через пустоту предубеждения в бездну погружения. Ведь вы провозглашаете, будто человек сам по себе творит праведность. Вот высота вашего высокомерия. Кто считает, будто сам по себе приносит плод, тот не на лозе, а кто не на лозе, тот не в Христе, а кто не в Христе, тот не христианин. Это глубина вашего погружения. Теперь размыслите о том, что говорит истина. «Ибо, чтобы кто не предположил, что ветвь способна принести хотя бы малый плод сама по себе, сказав, тот приносит много плода, в следующих словах, он не говорит, что без него они могут сделать немного, но без меня не можете делать ничего». Значит, мало или много без него ничего не выйдет, ибо без него ничего не бывает. Когда же ветвь приносит мало плода, виноградарь ее вычищает, чтобы плодов было больше. Но если она не пребывает на лозе и не берет свою жизнь от корня, то сама собою она плода привезти не может. И хотя Христос не был бы виноградной лозою, не будь он человеком, он не мог бы дать столько благодати ветвям, не будь он и Богом. Вот здесь блаженный Августин поднимает ту мысль, которой мы уже коснулись. Мы являемся сродниками лозы, причастной к ней ветви, потому что Сын Божий соделался человеком. Но Он через свое истинное человечество насыщает нас благодатью, которую нам может дать только Его истинное божество. Поэтому, когда мы причащаемся телой крови Иисуса Христа, а тело и кровь – это категория физического мира, мы причащаемся Бога человечества Христа Иисуса, ибо во Христе Божественное и человеческое неразделимо, неразлучно и неизменно. Я есть в лоза, а вы в ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. И далее в Евангелии говорится «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Итак, Христос повторяет мысль о том, что Его слова очищают нас, а здесь Он говорит, что мы находимся в Нем, тогда, когда Его Слово пребывает в нас. Следовательно, чем больше мы читаем Священное Писание, особенно Святой Евангелие, тем более Христос торжествует в жизни нашей. Эти словеса, проникая в нас, становятся чем-то важным для нас. Они как бы соединяются с нами, воплощаются в наших добродетелях, ибо без Христа мы не способны ни на одно доброе дело, тем более совершение какой-то добродетели. Есть такое представление в миру, что человек может быть просто по определению быть хорошим человеком, и религия тут как бы совершенно ни при чем, так как и в церкви есть разные люди, и в миру тоже есть разные люди. Но, как я часто вам говорю, когда мы проводим ревизию так называемых добрых дел, то мы видим в них очень много порочного. Многие добрые дела мы делаем из честолюбия и желания показаться перед другими или даже показаться перед самим собою. Некоторые добрые дела, которые мы делаем, они напрямую связаны с той работой, которую мы совершаем, и мы за это получаем зарплату. Но действие подлинной праведности это всегда проявление милосердия. Милосердие, по-еврейски хэсет, это неоправданное действие, это не заслуженная милость, это милость, которая, проявляясь, не ожидает отдачи в похвале, в одобрении или каким-либо другим образом. Поэтому Христос и говорит, пусть, когда ты делаешь добро, твоя левая рука не знает, что делает правая. Не трубите перед собою. То есть подлинное добро, оно творится бескорыстно, в противном случае оно обесценивается, имея ложную мотивацию. Поэтому благоухание Христовой праведности проявляется через нас тогда, когда мы действуем не из скорости и себялюбия, не из желания показаться перед другими людьми, но подчиняя свою жизнь заповедям Божьим и поступая по ним из любви к Господу. Как сказано, любящий Господа исполнит его волю, его закон. Ибо если мы кого-то любим, то любовь проявляется всегда в том, что мы хотим выполнять волю любимого. и возлюбив Господа, мы должны возлюбить неизбежно и его закон, то есть его волю, чтобы не раздражать Творца своими необдуманными какими-то действиями. и поразительно то, что мы прочитали в восьмом стихе, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Что значит прославится Отец Мой? Разве Бог не самодостаточен в славе Своей? Конечно, самодостаточен и Бог не нуждается в мирах, но речь идет о том, что когда мы живем по заповеди, мы светим имя Божие в своей жизни, а если мы, будучи верующими, называя себя христианами, живем не по заповеди, мы оскорбляем имя Всевышнего. Как написано в Библии, ради вас имя Божие хулиться среди язычников. Оно должно не хулиться, а прославляться. Как сказано в Нагорной проповеди, и так да светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. И мы читаем с вами девятый стих, где сказано «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». И так оказывается Сын Божий возлюбил нас тою любовью предвечной, какой любит его самого Бог Отец. Предвечная любовь – это любовь трех. Бог Отец предвечно любит Бога Сына, Бог Сын предвечно любит Бога Отца, и они пребывают в любви Духа Святаго, о котором сказано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. «Как возлюбил меня Отец и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». То есть Он приобщает нас к этой божественной любви, которой Отец любит Сына. А как такое возможно? Это возможно только в том случае, если во Христе мы усыновляемся кому? Богу Отцу. А так оно и происходит. Сын Божий в себе самом и через себя усыновляет нас Богу Отцу, что позволяет нам, обращаясь к Богу, говорить «Отче наш». Отче наш. Мы усыновляемся Богу Отцу не по природе. По природе у Бога Отца один единственный Сын, единородный Господь наш Иисус Христос. Но мы усыновляемся Богу Отцу по благодати. И давайте посмотрим, что пишет святитель Иоанн Златоуст. Видишь ли, что и здесь это показано по немощи слушающих, о чем я всегда говорю. Действительно, Христос многое говорит сообразно с их понятиями и всячески показывает, что они в безопасности, а их враги погибнут, и что все, что они имеют, они имеют от сына, и что если они верующие будут вести чистую жизнь, никто и никогда не одолеет их. Заметь же и власть, с которой он беседует с ними, ибо не сказал «Прибудьте в любви отца, но в моей». Затем, чтобы не говорили «Ты сделал нас ненавистными для всех, а теперь оставляешь нас и отходишь», показывает, что Он, Христос, не оставляет их, но соединяется с ними так, если только они захотят, как лоза с ветвями. И опять, чтобы они не расслабились, предавшись надежде призрачной, Он говорит, что их благополучие не будет неизменно, если они будут нерадивы. Затем, чтобы не приписать всего дела себе самому и не подать им повода к большему падению, говорит, тем прославится Отец, ибо Он повсюду показывает свою любовь к ним и любовь Отца. Действительно, Христос не только показал нам любовь Отца, Он поделился этой любовью с нами, возлюбив нас так, как Отец предвечно любит Его. И далее мы читаем 10 стих 15 главы Евангелия от Иоанна «Если заповеди мои соблюдаете, пребуете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Вот почему в разделе вера мы изучаем Никейц серградский символ веры, вот почему в разделе надежда мы изучаем молитву Господню Отче наш, а в разделе любовь изучаем Божий закон. Потому что здесь Христос ставит любовь в прямую зависимость от того, как мы относимся к заповедям Бога и Христа, Сына Его. «Если заповеди мои соблюдете, пребуете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». «Сие сказал я вам, да радость моя вас прибудет и радость ваша будет совершенна». Радость – это то, без чего мы никак не можем угодить Богу. Евангелие призывает нас к радости. Сказано в Новом Завете всегда радуйтесь. сказано в Ветхом Завете в книге Второзакония «Если кто-то будет исполнять Божий закон, уставы, постановления, безрадости и веселья, та душа истребится из народа. Я прогоню вас с вашей земли», говорит Господь. Почему? В русском народе говорят невольник небогомольник. И действительно Господь не является каким-то тираном по отношению к нам, который превознесен над нами и все время как бы следит за нами, чтобы дождаться, когда мы ошибемся, чтобы заключить нас вечной крематорией. Бог доказал свою любовь к нам тем, что отдал Сына Своего Единородного в жертву за наши грехи и преступления. Здесь, наверное, уместно вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста, которые я часто цитирую, насколько я помню, это толкование на 113 Псалом, где Златоуст пишет «Бог любит тебя больше, чем отец и мать, Бог любит тебя больше, чем тебя любят друзья, Бог любит тебя больше, чем ты сам любишь себя, Бог любит тебя больше, чем Бог любит самого себя, ибо ради тебя он отдал возлюбленного Сына Своего, Единородного, за твои грехи и преступления. Поэтому радость для христианина – это естественное состояние. И сказано, когда будут гнать вас, поносить, всячески злословить несправедливо меня ради, радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. И мы реально видим в книге «Деяния святых апостолов», когда апостолов гнали и злословили, заковали в железо, бросили в темницу с уголовниками, а они радостно воспевали псалмы Господу. А уголовники слушали, удивленные бодростью этих людей, которые с радостью готовы были идти даже и на смерть. Как Игнатий Богоносец, когда его везли на казнь в римском цирке, он писал письма разным церквам, и он умолял – не хлопочите за меня! Я должен оказаться в пасти львов! Я пшеница, которая должна быть перемолота в этой пасти львов! И если они не захотят на меня напасть, я буду их заманивать на себя! Я хочу в небо! Не препятствуйте мне! И при этом он, будучи епископом, пишет – я только становлюсь учеником! Там, наверное, по-гречески имеется в виду – я только становлюсь оглашенным! Потому что вот это стремление к небу, это колоссальная любовь! Даже гонителям, как Христос, умирая на кресте, молился за своих распинателей. Боже, прости им! Они сами не знают, что они делают! Подобно молился архидиакон Стефан, когда иудеи кидали в него камни, забивая его насмерть, чтобы Господь простил бы и этих людей! И мы читаем далее. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна!» И далее. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас!» То есть мы должны любить друг друга жертвенной любовью. Ибо Христос возлюбил нас жертвенной любовью, отдав себя самого за наши грехи и преступления, наказнь и смерть. «Нет больше той любви!» восклицает Христос далее, как если кто положит душу свою за друзей своих. Что означают эти слова? Блаженный Августин, это 215-я проповедь, пишет, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Думаешь, нет больше?» Совершенно нет. Это истина. Христос так сказал. Давайте вопрос зададим апостолу, пусть он ответит. Христос, говорит он, умер за нечестивых. И вновь говорит, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Значит, во Христе мы находим любовь большую, ибо Он отдал душу свою не за друзей, а за врагов. Какова же любовь Бога к людям, что за чувства так любить даже грешников, чтобы из этой любви умереть за них. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем словами апостола, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Божественная любовь, она неизбирательна. Бог посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождит влагой с неба на праведных и на неправедных. И когда мы выводим свою любовь из плоскости товарно-рыночных отношений, как я вам часто говорю, когда мы любим любящих и ненавидим ненавидящих, и начинаем любить всех, это и есть уподобление Богу. Сказано, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. И мы читаем далее 14 стих «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Быть другом Божиим – это великая милость. В Ветхом Завете мы знаем несколько друзей Божьих. Прежде всего, это Авраам, которого называли Эль-Халиль, друг Божий. Даже арабы понимали, что это друг Божий. Муж по сердцу Бога был, Давид. Это тоже был друг Божий. А здесь Господь предлагает нам, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Так будьте друзьями Божьими хотя бы в тот момент, когда действуем по Его святым заповедям. А если совершаем грехи и отпадаем от этой дружбы, будем искать ее вновь и вновь через покаяние. Ибо перед своим Господом мы стоим или падаем, как сказано Писание, и будем поставлены вновь. «Вы, друзья мои, говорит Бог, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Здесь мы видим, что такими первыми друзьями Христа стали святые апостолы. Но мы понимаем, что апостолы были люди, как все остальные люди, и сами апостолы ничего особенного в себе не видели и ничего особенного в себе никогда не находили. Если мы посмотрим, например, Священное Писание, что апостолы пишут сами о себе, то мы можем найти такие слова. Это слова апостола Павла. Обращаясь к христианам, он задается вопросом. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотски ли ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «Я Павлов», а другой «Я Аполосов», «то не плотски ли ли вы? Кто Павел?» спрашивает Павел. «Кто Аполос?» «А не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Бог. Я насадил», пишет Павел. «Аполос поливал, но взрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». А в послании к Галатам Павел пишет, что когда он общался с верховными апостолами, «и в знаменитейших я не нашел ничего особенного». Бог не взирает на лицо человеческое. Поэтому все слова, которые относятся к апостолам, они в той же степени могут относиться к любому верующему, который читает Святое Евангелие. И мы можем стать друзьями Божьими, мы должны стать друзьями Божьими, когда мы начинаем жить по Его воле, исполняя Его святой закон. Давайте посмотрим, какие объяснения есть на эти слова. Климент Александрийский в «Страматах» пишет, «Грешники, названные врагами Божьими, став врагами заповедей, которым не повиновались, а повиновавшиеся заповедям стали друзьями. Одни названы так за расположение, а другие за произвольное отчуждение, ибо нет вражды и греха без врага и грешника». Далее Христос произносит таинственные слова, смысл которых как бы не лежит на поверхности библейского текста. Мы их прочитаем. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». И в другом месте Священного Писания сказано обо всех верующих, что Бог избрал нас прежде создания мира. «То есть когда не было солнца, не было луны, не было звезд, не было этой планеты, прежде сотворения мира мы уже избраны во Христе». Так учит Священное Писание. И посмотрим, что пишет блаженный Августин. «Не вы меня избрали, а я вас избрал. Вот она, невыразимая благодать. Ведь кем были мы, прежде чем Христос избрал нас?» Августин так и понимает, что эти слова относятся не только к апостолам, но и ко всем верующим во Христа. Он не пишет, ведь кем были апостолы, прежде чем Христос их избрал? Он пишет, ведь кем были мы, прежде чем Христос избрал нас, как непорочными и потерянными? Мы даже не верили в Него, не то, чтобы заслуживать избрание им. и если бы Он избрал уже верующих, то получилось бы, что Он избран прежде, чем Сам избрал. Какая глубокая мысль! Этот фрагмент опровергает досужие мнения тех, кто утверждает, будто мы избраны, поскольку Бог предведал, что мы будем праведными, а не потому, что Он Сам праведными сделал нас. Ведь если бы Он избрал нас, потому, что заранее знал о нашей праведности, то Он также знал бы, что прежде мы изберем Его, ибо без нашего избрания его мы не можем быть и праведными до тех пор, пока кто-либо не изберет Его, а потому и сможет назваться праведным, что же Он избрал в тех, которые не были праведными, ведь Он избрал нас, когда мы были грешниками. Вот ты не можешь сказать «Я избран, потому, что поверил». Если бы ты верил в Него, то уже бы избрал Его. Не можешь сказать и так «Прежде, чем я поверил, я творил дела добра и потому был избран». Какие могут быть дела добра прежде веры? Когда апостол говорит «Всё, что не поверит грех, что остаётся нам сказать, как не то, что мы были порочны и были избраны, дабы благодатью избравшего нас стать праведными». То есть Господь избирает нас до сотворения мира. Господь избирает нас до нашего исправления. Господь избирает нас не ради тех добрых дел, которые бы мы сотворили бы, как пишет в другом месте апостол Павел, но по великой милости своей. Вот это та самая беспричинная любовь, которая не ожидает ответного чувства. «И мы читаем далее слова, которые очень нужны сейчас христианам. Мы живем в такое время, когда мир начинает все больше и больше ненавидеть нас, только заодно наше имя, христиане. мы видим, как круг ненависти сжимается вокруг христиан. Это происходит везде, в мире политики, в мире бизнеса, в любом собрании людей. если узнают, что человек христианин, к нему отношения более отрицательные, утверждаю я, чем нежели в советские времена. Я помню, в советские времена с каким уважением относились к священникам. Если священник шел по улице, обязательно какая-то машина остановится, батюшка, подвезти вас, если священник стоял на остановке автобуса, обязательно уступали проход, обязательно кто-нибудь вставал, батюшка, посидите, да что вы, пожалуйста. Сейчас мир все больше и больше ненавидит христиан, особенно служителей церкви, и этот круг сжимается. Христос говорил об этом, что нас будут ненавидеть только за имя его. Но о чем это говорит? Читаем 18 стих и ниже. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Блаженный Агустин пишет «Вот тот, кто преследует, назван миром». Давайте убедимся, не назван ли миром и тот, кто подвергается гонениям. или или ты совсем глух голосу Христа говорящего или Священного Писания свидетельствующего Бог во Христе примирил с Собою мир. И еще «Если мир вас ненавидит, говорит он, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Итак, ненавидит мир нас. Какой мир? Бог во Христе примирил Собою мир, преследует мир осужденный, претерпевает гонения мир примирившийся со Христом. Мир осужденный – это мир за пределами церкви, мир примирившийся церковь. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, говорит он, чтобы осудить мир, но чтобы мир спасен был через него. То есть, тот мир, который нас ненавидит, это мир за церковной оградой. Тот мир, которому Христос обращается со словами и наставлениями, это мир в церковной ограде. Но часто бывает так, что люди покидают церковную ограду и уходят в мир, который ненавидит верующих и Христа. И бывает так, что люди из мира приходят в церковь и начинают любить Христа. Действительно, в этой земной жизни пшеница и плевелы растут вместе. И не всегда мы можем понять, где плевелы, а где пшеница. Вы знаете, в каком случае невозможно понять, где плевелы и где пшеницы, когда они только начинают расти. А вот когда уже пшеница наливается зернами, плевелы так и остаются плевелами. Как Христос и говорил, по плодам их узнаете их. Григорий Великий в своих гамильях на книгу пророка из Игиля пишет, «Поношение нечестивцев – то, что нас поливают грязью, нападают на нас, поношение нечестивцев похвала нашему образу жизни, ибо уже становится видно, что есть в нас нечто праведное, когда начинаем быть неугодными тем, кто не угоден Богу». Ведь никто не может одним и тем же делом угодить всемогущему Богу и врагам Его. Тот не является другом Богу, кто угождает Его врагу, а врагам истины противится тот, кто разумом подчиняет себя той самой истине. Почему мир все-таки ненавидит нас? Потому что мы отказываемся принимать участие в их делах. И один христианин из города Тамбова, Александр Чернов, он мне рассказывал, это было еще в советские времена, что он был уголовником, и он сидел в тюрьме за преступлением. И в этой тюрьме вдруг появился один баптист, который зашел в камеру и сказал «Христос воскресе!» Некоторые ответили «Воистину воскресе!» А многие промолчали. И у этого баптиста было маленькое Евангелие, которое он все время читал, а когда были шмоны, он прятал от администрации, когда совершали обыскы. И этот баптист стал предлагать Александру вместе читать Евангелие. И Александр начал с ним читать Евангелие, и вера во Христа возникла в сердце у Александра. Он перестал ругаться матом, перестал курить, он отошел от компании, и его вызывает к себе начальник тюрьмы и говорит, Саша, садись, закуривай, а он говорит, я не курю. Ты чего связался с этими баптистами? да ты что? Говорят, ты матом не ругаешься, а как же без мата? Для связки слов это необходимо, иначе тебя не поймут. Да ты чего, опомнись, ну давай там водочки может быть выпьем, раз к сейфу подходит, там открывает, достает два стакана, и как змей-искуситель начинает вот так вот юлить, вертеть. Всё кончилось тем, что в этот день Александра Чернова отправили в карцер. Он отказался курить, пить водку и ругаться матом. Мир ненавидит всё то, что не похоже на него. Мир не может понять, почему не принимаем участие в их деяниях, почему мы не одобряем их поведение. Это их раздражает, это их выводит из себя, это их оскорбляет, в конце концов. И что пишет Амвросий Медиаланский, это трактат о девственницах, то, что нам обещается, уже есть у нас. А то, о чём молите, уже с вами. Вы от этого мира, но вас и нет в этом мире. Век сей удостоился иметь вас, но не способен вас удержать. Христос в другом месте говорит вы соль этого мира. Великое назначение христиан осолять этот мир. Но соль это острая вещь, особенно когда соль сыпется на раны, когда соль попадает в глаза. и сам факт, что к нам относятся неприязненно, уже это свидетельствует о том, что мы на правильном пути. Это не свидетельствует о том, что мы праведники. Почему? Смотрите, что сказано в Писании. Желающие жить благочестиво, вы слышите, желающие, неживущие, желающие жить благочестиво будут гонимы. То есть ты еще не живешь благочестиво, ты желаешь и ты будешь гоним только за это. А если ты будешь жить благочестиво, тебя могут и убить. Такими были мученики, которые обладали нравственной чистотою и за это были умершвлены. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Вот эти слова 22 стиха заслуживают внимания. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Действительно сказано, пришел закон и грех усилился. в том смысле, что без закона грех мертв. И человек может не знать, грех это или нет. Но Христос пришел и назвал грех грехом, а праведность праведностью. И люди христианской цивилизации знают, что в Евангелии считается преступлением, а что считается добродетелью. Поэтому если они что-то нарушают, то они грешат против Христа и его авторитета. А то, что мы сейчас наблюдаем в мире, это попытка легализовать грех. Причем любой грех в той или иной степени, и это становится той реальностью, в которой мы с вами живем. Давайте посмотрим, что пишет блаженный Августин. Нам осталось исследовать, имеют ли извинения люди, которые до прихода Христа его церковью к язычникам и до знакомства с его Евангелием уже окончили или заканчивают эту жизнь. Конечно, имеют. Однако, это не основание для избежания ими осуждения. Далее, Августин приводит слова апостола Павла, ибо те, которые не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Такое извинение не только не приносит им пользы, но становится отягощением. Ведь извиняющие себя тем, что не слышал, что не слышали, это те, которые вне закона и погибнут. Без сомнения, не заслуживают более легкого наказания люди, которые, не согрешив под законом, вовсе не пожелали принять Христов закон и, насколько могли, ему противодействовали. Они могут извинять себя тем, что не слышали о Евангелии Христа, но это не убережет их от осуждения. Итак, Господь пришел в этот мир и Он раскрыл волю Отца. Люди, нарушая волю Отца Небесного до прихода Сына Божия, впадали в грех. Но люди, нарушающие волю Отца после прихода в этот мир Сына Божия, впадают в еще больший грех. Ибо Сын подтвердил волю Отца. Он провозгласил ее. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего, продолжает Христос. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели и возненавидели и Меня и Отца Моего. То есть Христос не только проповедовал, Он чудесами и знамениями подтверждал свой авторитет. Поэтому те, которые отвергали только Его слова, они грешны. Те, которые отвергали Его слова, соединенные с действиями, самого чудесного характера, они еще более грешны. Но то сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели Меня напрасно. И мы подходим уже к окончанию этой главы, грешними. Но давайте посмотрим, какое объяснение есть на эти слова «Возненавидели Меня напрасно». Григорий Великий, Папа Римский, двои слов, это его нравственное поучение на книгу Иова, моралия на книгу Иова, он пишет «Одно дело не творить добро, другое ненавидеть учителя добра, потому что есть разница между случайными и сознательными грехами. Обыкновенно считается, будто мы любим добро, но по немощи не в состоянии творить его. Однако грешить сознательно значит и не творить добра, и не любить его. И как иногда хуже любить греховное, нежели совершать, так более бесчестно ненавидеть праведность, нежели не жить праведно. Есть в церкви такие, кто не только не творит добро, но и преследует и ненавидит делающих то, что сами они презирают. Грех таких людей ни от немощи, ни от невежества он сознательный грех. То есть, если ты видишь брата или сестру, которые называются православными, но они оправдывают грех, ты должен понять, что это вызов тому, кто дал заповедь, ибо грешник согрешает не только против ближнего своего, но и против того, авторитетом которого провозглашено не укради, не убивай, не прелюбодействуй. Далее говорится слова утешения, после того, как сказано о гонениях против нас, когда же придет утешитель, то есть, Дух Святой Параклитос, когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Здесь Христос, говоря о Духе Святом, говорит о Нем как об утешителе. Утешитель, Параклитос, это Божий Дух, который научает и наставляет нас на всякую правду. Дух Святой – это великая Божья сила, это Божественная Личность, Которая собеседует с нами и вдохновляет нас на исполнение слов Христа, напоминая нам эти слова. И когда мы говорим о Духе Святом, то надо сказать, что сам Христос, опережая нас, некогда сказал, лучше лучше будет для вас, я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет Духа Святаго. Любые слова Духи Святом – это слова утешения и духовной радости. Здесь мы видим, что сам Христос говорит о Духе Святом, который от Отца исходит. Христос не говорит, который от Отца и от Меня исходит. Он говорит, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Также мы знаем из Евангелия то, что мы читали ранее, Дух Святой исходит от Отца во имя Сына, но не от Отца и Сына, как учат на Западе. Мы, православные, не признаем филиокве добавление, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, потому что держимся вот этой буквы, где сказано самим Христом, который от Отца исходит, сказано о Духе Святом. Он будет свидетельствовать о Мне. В какой мере Дух свидетельствует о Христе? Амбросий Медиаланский в трактате о Святом Духе пишет «Итак Святой Дух исходит от Отца и свидетельствует о Сыне, свидетельствует и об Отце, свидетель верный и истинный. Нет более полного способа выразить величие Божества, нет больше ясности в отношении единства силы Божества, ибо Дух знает то же, что знает Сын, свидетель и неразделимый соучастник тайн Отца». Дух Святой это третье лицо Святой Троицы сказано «Дух дышит где хочет голос его слышишь откуда приходит и куда уходит не знаешь». И вы наверное обращаете внимание на это перед каждым занятием православные читают молитву Духу Святому Царю Небесной Утешителю Души Истины. Существует огромное количество христианских песнопений обращенных к Духу Святому как к сокровищу благих и жизни подателю. Для нас в окончании этой главы важно то, что Дух Святой свидетельствует о Сыне и Сын говорит «А также и вы будете свидетельствовать потому что вы сначала со Мною». Имеется в виду, что мы в Его сердце еще до створения мира. Возникает сразу вопрос «Если Дух Святой свидетельствует о Сыне, зачем наше свидетельство о Сыне? Дух Святой свидетельствует о Сыне через Церковь, через нас. Когда в День Святой Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, они начали свидетельствовать о Сыне и тысячи и тысяч стали обращаться в веру Христову. Поэтому если у тебя появляется желание с кем-то поделиться верой о Христе, что-то рассказать о тех чувствах, которые ты испытывал последний раз в храме, скорее всего, это голос Духа Святаго, веяние Духа Святаго направляет тебя поступить таким образом. Потому что Дух Святой – это Дух Любви, А Любовь стремится вместить в себя все и вся, ибо сам мир тварный сотворен от избытка Божественной Любви. И когда Любовь в нашем сердце существует не только по отношению к нашим друзьям, но и даже к нашим врагам, мы и им хотим засвидетельствовать Слово Божие, дабы и они стали друзьями Божьими, то есть покорными евангельской вести библейскому откровению. Спаси Господь! Продолжение следует...